ой ой с вами шумики и сегодня мы поиграем в игру которая называется рифон king epic короче это что-то в виде шут мапа то есть мы с вами просто летаем мы стреляем поэтому полетели новая игра если что я короче пролог прошел если мне удастся снова пройти его все окей если нет я вам расскажу одну вещь короче смотрите у нас на начало есть 200 монет 06 я не знаю чего это вообще не знаю если честно чего это но с хп-шек всего лишь 5 и надеюсь это не контишки давным-давно жила-было королевство волайн тискайс на протяжении многих лет она процветала но в один день до неба спустился дракон он уничтожил армию превратил их тело в пепел и как и предполагалось похитили принцессу король был вынужден искать свою дочь и призвал героев к орудию 7 героев до всего мира прибыли по его зову и организовали компанию героев их лидером стал сэр оливер герой королевства вальтер стайл протискай спустя пару дней они обнаружили логово дракона сражение длилось часами каждый герой не единожды доказал что он на что-то способен наконец сэл оливер нанес решающий удар и дракон пал чудовище издало предсмертный крик и в тишине раздались крики его пленницы рыцарь спешки спустился к верного грифона аквилы вы протянуть руку напуганной принцессе и они с головой любились в друг другом это сэр оливер пришел его чувство остальные герои уже делали на делили награбленное драконом добро каждый взял себе могущественное оружие и часть золота давайте смотреть то что взял тот взял веревку тот меч лук поджерелье палочка и тут взял копья то что смог найти себе сэр оливер старый амулет ну и ладно кому нужно крутое оружие когда он только что нашел любовь всей жизни аквила доставил возлюбленную в замок когда они прибыли король наградил отважных спасителей и конечно сделал все приготовление к королевской свадьбе они поженились и с тех пор жили счастливо не так ли три года прошло с момента великого сражения рутина рутина быт и спокойная жизнь стали брать свое сэр оливер обзавелся же животом ему все еще снилось его белые подвиги иногда сны были очень живые обычно он был мрачной версии самого себя ему снилось как он убивает дракона и ему это нравилось пересчур сильно но жизнь продолжается и в один самый обычный день принцесса попросила вода добыть еды на ужин казалось бы обычная просьба который тем не менее навсегда изменил его жизнь замок 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 короче расскажу что здесь можно делать здесь можно поворачиваться вот так вот как вы видите летай до стрелять как я могу зажим зажимов до либо стрелять одиночными также тут есть руководство рыцаря используйте клавиши чтобы летать да но это понятно аквила не восприимчив к урону может не волноваться за него но вы должны избегать любого урона направленного на сэра оливера то есть главный хикбокс нашего персонажа это с мы сами разворачивание аквилы чтобы изменить направление движения это понятно стреляйте из арбалета это x и зажмите для авто так авто так это xc это усиленная атака которой у нас пока что нет но будет попозже комбо пробежит побеждая врагов вы увеличиваете счетчик комбо чем он больше тем больше золота вы получаете если вы получили урон счетчик обнуляется будьте иначе ком ну короче вы поняли здесь есть руководство рыцаря это как раз то что мы с вами видим также здесь есть еще вот такие вот момент кино с этим и немножко похожи посмотрим так сказать это у нас три тренировочное место за таким на дают только потому мы можем переигрывать уровне то есть мы можем один и тот же уровень пройти несколько раз и боссы так сказать будут восстановлены да урон у нас конечно никакого нету здесь ничего больше нету ну сделан на самом деле довольно качественно то есть у нас здесь передники а мини задники да то есть есть полноценный задник и сзади задника есть еще просто фон здесь немножко конечно управление не очень если честно здесь у нас пещеры здесь короче летучие мышки но они как вы видите ваншотится но я здесь и враг посильнее это паук они уже пуляются и хп у них конечно побольше но все равно вы видите в основном только рыцарей сильные а комбо пропадает тоже со временем хотя этого я не писала во ребята это злой мы что за кто-то такой почему ты выглядишь как зеркальная копия меня я твой фантом оливер и я хочу чтобы ты сделал поэтому я уничтожу все что окружает тебя я не могу тебе позволить тогда попробуй меня остановить ну вот и так идет короче битва нам главное чтоб мы не сдохли ау я вот единственное не знаю как его сделать чтобы он ко мне не подлетал ну вот за убийство дают 300 монет замечу но пока ничего я не трогаю я вам расскажу ты чувствуешь если бы мы проиграли ему а это скорее всего можно было проиграть легко мы бы видели бы тоже саму цену вот эту цену да но мы не получили 300 золотых ребята это как раз проверил вот на той херня так тихо не пропускаем больно не так ли жаль что древний амулет разделил нас мы могли бы стать не сокрушим моей силой что ты такой говоришь ты до сих пор не понимаешь амулет который ты держишь отделяя темную сторону человека от светлой если бы ты только выбрал оружие вместо него пусть проклят твоя милая принцесса спасен верными слугами до оливер и правда до постарел и это неважно твоя судьба уже пред предпределена да и замечу задний фон у нас пирамида лес горы болота походу и викингской как это хуйня где там что горит сэр оливер вы в порядке мы слышали крики спасибо спасибо вы прибыли в нужный момент что это был за странный рыцарь я до конца не уверен но он упоминает этот амулет и какое-то оружие может оружие и залог во дракона имели зафира я должен проверить все ли с ним ими в порядке и попросить о помощи я думаю самому мне с этим не справиться так и вот у нас новая руководство ребята руководство рыцаря рынок находясь на рынке вы в любое время можете посетить рынок чтобы купить зелье из и спутников а которые пригодятся вам в сражении выберите купленные на рынке зелья нажмите их x чтобы использовать откройте инвентарь чтобы выбрать спутника приобретенного на рынке зеленый и оранжевый самоцветы выпадает часто зеленый восстанавливает здоровье а оранжевый усиливает вашей спутника каждый раз когда вас ранят вы теряете одну единицу жизни а спутник теряет часть своей силы пути осторожны эти редкие самоцветы очень могущественны в них заключена сила различных зелий увидите их хватайте не думаю так вот как раз наш рынок и вверх вверх вниз вниз влево вправо черт забыл как дальше о наверное это первый у нас пасхалочка а именно это у нас код канами однажды я видел как 4 подростка черепахи дрались с ниндзя в доспехах похоже на огромную терку мне нравится носороги особенно кибер нельзя черепашки отсылка было я часа делаю а ставки на забегах держи и не мой фаворит это отсылка на соника это крохотное оружие возьми к лучше этот молот я расскажу тебе секрет давай я не при переодеты в кузнеца волшебник и соседней лавки дешевле только даром но в его словах было только три пасхалки возможно на молот имеется ввиду тора то сломаешь ты покупаешь мне интересно просто есть другие ладно давайте и что тут есть восстанавливать три единицы здоровья кто-нибудь нибудь подсказать нет изделия у нас только 5 штук да это максимум читоносец отражает вражеские атаки обожаю бекон огненный дракончик исправляет врагов огненными шарами то есть это защищает мне от снарядов мальчишка в зеленые туники зашел ко мне в магазин и побил все горшки посылка на зельту и не торгую не грибами не огненными цветами отсылка на марио ну и да много большой поиграл за это время так и дальше повторяется ли я не знаю либо чтобы у нас отражались вражеские атаки отражает то есть они отлетают обратно давайте я возьму лучше топ так сказать урон я не знаю как этот выглядит руководство рыцаря лавка волшебника находясь на карте в любое время можете посетить те лавку волшебника чтобы улучшить магические предметы которые у вас есть первое улучшение для вашего арбалета позволяет заражайте выстрел заряжать нажмите чтобы зарядить возьмите другое оружие shift или контур зажмите чтобы открыть инвентарь которым также можно выбрать зелье или спутника и я вижу там уже два оружия из босса я так правильно понимаем выстрелы из выбранного оружия стрельба из других оружия расходуют запас энергии на каждом уровне спрятана древняя магическая руна а говорят что они обладают огромной силой можете отыскать их ну давайте попробуем так лавка волшебника арбалет надежное оружие сэра оливера скорострельной и убойная способность заряжения выстрел путешествую из далекие земель и рассказал что там откуда он уродом руны ведь мы зеркальца скажет да все правду доложи я ли на свете всех мне отсылка на золушку белоснежку белоснежку низко короллы парень оставил здесь одно кольцо но я его выбросила ну хоббиты говорит за ним охотиться приведения кого позовете охотники за приведениями а предыдущий это был властелин колец они хоббиты я отрицаю вашу реальность и создаю свое собственное магии открывает и пронизывает нас она связан наш мир поедина я расскажу тебе секрет а скажи это не я переодетый а подожди-ка дает способность заряжать стрелы увеличит урон за режима на 50 вот ребят и это как раз у нас то здесь у нас получается крестальчик золотой там скорее всего я прошел всего у нас здесь участков я вижу один два три 4 5 6 его 6 участков и как было написано у нас только шесть этих я вижу там динозаврик овах на искачудовище раки на вижу так мышки здесь у нас нет да так давай на рынок не интересно не одинаково а досмотрит добро пожаловать они вместе выглядит увеличивать скорость восстановления энергии в четыре раза на 8 секунд наносит урод всем врагам в радиусе экрана бомба или неуязвимости дает неуязвимость на десять секунд вот это пьет по накуплял позиции деле энергии спутника вас он восполняет шкалу энергии спутника до максимального удваивает скорость стрельбы на 7 зелья раз зелье уменьшение уменьшает рейцаря на 60 секунд это полезно когда нужно уменьшить их бокс на самом деле зелье принципиальности показывает здоровье всех противников на уровне но это наверное плюс против хотя и так показывает мне кажется папа помощники лица огнем вампир дает шанс восстановить здоровье после победы надо врагом тоже полезно увеличит зарабатываемое золото двор овин ведьма стреляет во врагов в нескольких направлениях и вас возрождает сэра оливера и выглядит немножечко на похоже на один день почему-то это еще стоит гадкий утенок бесполезный утенок рякает и раздражает во время путешествий а мы ведь знаем с вами что гадкий утенок превратился в пас потом в лебеди так ведь да 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 и давайте наверное раньше как то вот это мне микро вылета мне вообще не нравится лавка волшебника посмотрим так только арбалет да есть ты требуется тонким мастерством выбирай с умом а тут выбирать так много есть блин походу только отсылки только в словах мой профиль магическое оружие и руна также можно было отсылку найти в предмете гадкий утенок также ссылка можно было фея я не знаю относить ли фею как пасхалки красивым дамочкам бесплатно жаль они никогда ничего не улучшают ненавижу бекон ладненько так как не назад справочник давайте посмотрим что за справочник а нифига персонажи все персонажи альф тарафа враги информацией о врагах за на уровне эфиры имели один два три четыре пять шесть и месту 7 врагов даже а на финальном сражение информация о всех сражениях локации форма со всех локаций к сюжетной сцены показать все сюжетные сцены давайте начнем с персонажей аквила принцесса король зафира фарис план давайте сделаем так зафира вот этих я не буду читать которые ниши пока их не победу так сказать сэр оливер герой о котором ходит множество легенд в вайфландской во флайт кайка сэр оливер символ справедливости и порядка он всегда по собственному воле первым отправляется на опасные задания чем заслуживать себе уважение и признание людей в во всем королевстве в награду за убийство гигантского тролля реализирующий землю фермеров король назначил его полководцем воин глава он участвовал в бесчисленном количестве воин и неоднократно спасал город от злых колдунов но ни разу не имел дело с драконом а без этого уфы его жизнь не могли быть полноценной счастью для него ему выпало шанс к когда дракон наполна город и украл принцессу шанс выполнил свой так once выполнить свой долг и писать недостающую строчку в рыцарские резюме победить дракона спасти принцессу может ли он пройти последние испытания и одолеть самого себя разил врагов понятно аквила когда аквила был еще яйцом его продали богатому гурману изысканный вкус требовал грифон его омлета при фоне яйца были редкость редкой находкой так как все грифоны давно покинули эти земли счастью аквила однажды по пути домой богач был пойман гигантским троллем и по иронии судьбы еден позже роль был убит рыцарем и в сверкающих доспехах сыром оливером благодарен благородный рыцарь помог яйцу вылупиться и заботился о молодом грифоне пока тот не креп достаточно чтобы улететь на свободу но грифон никогда не покидал рыцаря тех пор и навсегда они стали неразлучными друзьями принцесса принцесса и подружки принцессы хотя бы раз до побывали в плену но принцесса вальтала пока не везло со спасателями наконец настало этот день дракон похитил ее и унес в ней небеса осталось только ждать и она дождалась своего рыцаря в осеящих доспехах который спас ее она быстренько выскочила замуж и теперь могла хвастаться своим трофеем на зависть подружка и всегда то потребовала 1 пытка ну и всего на это ушло лишь одна попытка но ничего так а чего она не могла ожидать так это из искренней любви которые она прониклась к своему спасителям роль король приходит из знатной семьи далеких земель он прибыл к свой земли в эти земли еще ребенком вместе со своим отцом первым королевством вайллорлам позже он у наследовал престол и в королевстве воцарился мир и порядок но все изменилось когда на королевство напал дракон дракон похитил дочь короля и на смену порядку пришел хаос счастью принцесса вернулась живой и здоровой вместе со своим спасителем король недолго думав выдал своей дочери замуж за героем и в королевстве снова воцарился порядок так стих я не буду читать пока что он альф шарах так подожди имели враги 7 или паук-ам паук-ам уникальный вид который живет в джунглях техах он издалека стреляет паутины и так только его жертва в ней застрелит он терпеливо ждет пока она не умрет от голода летучая мышь летучая мыши не самые большие неприятности они все время проводят в своих пещерах но даже так они лишь летают и надежно так в надежде наткнуться на что-то вкусненькое они слепые а некоторые считают что и глухие окно больше мы никого так не встречали на самом деле нет был лох пировый рыцарь интересно он там остался фантом смотри сколько тут героев этот вообще почему-то очень маленький заметьте что его специально сделали маленькими это нигири короче код суши это милая представительница семейства кошачьих куском лосося на спине родом из-за рыбной деревни на одном из островков рядом с побережьем королевства однажды как короля знатного знатного любителя экзотических животных дошли слухи о таком чуду чудесном создании и о том что тот час же сделал его королевским домашним любимцем теперь она живет роскошной королевской жизнью ничего не делает а только и спит и играет в игры охренеть но вы видите тут очень много очень много персонажей я хочу найти этого финального босса ваш так как мы уже встретили это фантома снаряжение что пост наш арбалет основное оружие сэра оливера сделаны из-за единственные в этом мире яблоко мудрости а говорит что после этого случая яблоко воспользовалась программой по защите свидетелей чтобы изменить имя и переехать в другое измерение арбалет очень быстрый и надежный сэр оливер использовал оглушающие стрелы которые помогли ему побеждать побеждать в сражениях не убивая врагов а то есть мы типа их не убиваем а просто оглушаем получается а тут на самом деле много всего слушайте и снова маленькие восклицательные но не такие маленькие как те были амулет защищение это амулет был созданной древние цивилизации для очищения души и тела он способен изгнать зло из глубины души читоносец о небольшое приспособление для защиты используется силу оранжевых самоцветов для создания силового поля вокруг хозяина блокирует урон после чего разу разбивается понятно это утка реально раздражает на этом ее польза заканчивается только энергия оранжевых самоцветов может ее быть серьезно но подождите блокировано урона смотрите а здесь написано крякань и тишины будет интересно это на самом деле посмотреть локации что у нас здесь есть обычный житель вайларса королевство вайларса всего-то на всего сто лет но несмотря на свой возраст она развивается 7 ими мильными шагами это оставили на землях богатых ресурсов но путешественники веками для но пустующие веками и в свете последних событий это неудивительно в этих землях покоится дракона ултан альфа шарф альфа шарф находится по соседству совали рубам благодаря достижению астрономии возможно сравним но меня раз разглядут в небе ничего кроме черного пятна город остался изолированный от земель окружающих вайланд кайс слишком сложная лог я буду прозвать авария да да а когда они были колонизированы султана решил что эти земли достаточно безопасны и должны принадлежать ему и попытаться отнести их силой отнять их силы благодаря зефири и сэр оливеру между двумя государствами воцарил в мир джунгли я джунгли я живут злобные кобальды из племени углу и эльфы живущий в городской но не за как как это и калт хомбар когда между ними разгоралась война эльфы практически истребили кобальдов а те из них у уцелели обосновались в небольшой деревеньке на задворские джунгли и больше никто не беспокоили ну да тут не так уж много и тело кации вообще мало а сюжетные сцены это вот эти да только но их тоже тут мало ланика давайте сделаем таким образом ребят я все прочел я время потянул как надо как следует пускай это туториал это первая серия ребят потом мы уже начнем проходить нормально поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и всем пока